Итак, друзья, попрошу вас не кидаться камнями. Я знаю, что вы очень сильно любите эту рубрику. Последний бой в лиге набрал 10 тысяч лайкосов, практически 10 тысяч, и больше тысячи комментариев. Это что-то феноменальное на моем канале, ну, за последнее время, так скажем. Хочу напомнить вам, что, ребята, с One X это не только быстрота и надежность, но и 6 косых по моему промокоду BALMY. Переходи на мой твиттер и получай свой подарок. Друзья, в этом ролике не записался звук во время поединка и подводки, то есть я записывал одним кадром, и у меня что-то произошло с микрофоном. Да, я понимаю, что я мог бы записать звук заново, но зная результат боя, это было бы нелепо, понимаете? Самое главное, это искренние эмоции, и поэтому я сделаю только подводку в виде трештока турнирной таблицы и скажу еще пару слов в конце боя. Еще раз, друзья, сорян, я работаю с техникой, и она может давать сбои. И на самом-то деле, кстати, я очень мало разговаривал в этом бою, а почему мало я разговаривал, если вы посмотрите бой полностью, то вы поймете. Теперь давайте разберемся, что же происходит в моей весовой. Кап Свонсон и Фрэнки Эдгар получают бой вечера, и на этом номинации заканчиваются. По турнирной таблице я также остался на третьей строчке, и сегодня мне предстоит бой против самого жесткого по параметрам бойца. Это Макс Холловей. Вам 100% интересно, что же написал после боя мой предыдущий соперник, и вот его слова. Что тут сказать? У меня был строгий геймплан, которого я должен был придерживаться. Первый раунд я провел хорошо, и даже был уверен, что выиграл его. Но судьи, видимо, в глаза долбились во время боя. Но потом хуяк, и что-то пошло не так. Очнулся я уже в реанимации первой городской больницы. Мне передали, что это был чистой воды лаки панч. Сука. Поздравляю, Джереми, сегодня ты был лучше. Но еще не вечер. Мы обязательно с тобой встретимся. Что дальше? Эти два боя были очень тяжелыми. Дальше я хочу немного поразлечься и побить мешков. Я Ир Родригес. Как насчет того, чтобы потанцевать на ВБЛ-4? Но вот такие вот мысли были у моего противника после боя. Теперь давайте посмотрим, как же меня вызвал на бой Макс Холловой. Здесь он очень много написал, и я, кстати, тоже в этот раз много написал. Он пишет. Я тебе не Холловой, сказала эта Дива Инстаграма или Ютуба, что однохуйственно. Со мной такие вещи, как с Холловой мне прокатят. Опять ляпнула эта облизанная малолетними фанами Дива. Пацаны, это уже трешток в вашу сторону. Но наша звездочка, привыкшая давать автографы, ну или просто давать, совсем отвыкла включать свой мозг. Возможно, слава отупляет. Тогда я постараюсь объяснить этой красотке, что такое причинно-следственная связь. Надеюсь, она поймет, хотя есть сомнения. Две недели карантина, две недели таблеток, порошков и другой херни. Отменный бой на ППВ и данное слово, что второй бой состоится. И он состоялся. Состоялся, несмотря на самочувствие, на пропущенный двухнедельный лагерь и все остальное. Потому что у Холловой есть главное, у него есть слово. Так что, интернетная Примадонна, могу предложить тебе повторить все, что ты сказала, но уже мне в лицо на ВБЛ-4. Хватит подписывать постеры с фотографией своей жопы. Лучше подпиши контракт на бой. Макс Холловой. Что же написал я, друзья? Я очень много написал, но давайте послушаем. Всем доброго времени суток. Вот и прошел мой третий бой в ВБЛ. И я не вижу даже смысла останавливаться на рассуждениях, что было в этом поединке. Вы все видели сами. Все самое интересное всегда происходит после Карда. Один пишет, что у него был строгий геймплан, который я спокойно нарушил, и это повлекло за собой сомнения в его способности адекватно жить. Доказательство, что это так, является его убеждение о том, что он забрал первый раунд. Я думаю, ты забрал первый раунд на табличках медиков, которые с улыбкой оценивали пробитие твоего колпачка. Скажу честно, я до сих пор озабочен реваншем. Посмотрел последний бой забитый, и мне в очередной раз захотелось выйти в окно. Как я мог ему проиграть? И самая фишка в том, что его понимание о том, что это был лаки панч, не позволяет ему полностью вынимать свои понты в мою сторону. А он этого очень хочет, но боится мнения людей. Он постоянно говорит про какой-то пояс, но в душе понимает, что бой со мной это самый популярный бой, который он когда-либо проводил. И никакой поединок за титул не заменит нашего реванша. Ну и на десерт пару слов о Максимке. Парень, который имеет лучший набор навыков в нашем весе, вместо того, чтобы показывать, кто батя, он показывает, что у него есть клавиши, по которым он так сочно кликает. И как мы видим, ему тоже, как и забиту, похер на пояс. Ему бы поймать кусочек славы. Но ты никогда не задумывался, что имея рекорд 1-1, победа над каким-то бомжом и поражение от теперь уже дурачка Алекса, мне ты будешь интересен. Вот такие вот я слова написал, друзья. Теперь давайте посмотрим вкратце на параметры нашего противника. Параметры своего бойца я уже показывать не буду. Так, вот Макс Холловой. По перкам, друзья, здесь все прекрасно. Макс силен во всех аспектах. Во всех. По колонке стойки. Все перед вами. Все параметры 90 и выше. Это очень серьезно. По грэплингу тоже хорош, потому что у меня грэплинг у бойца хуже, чем у Макса. По выносливости это кардиомашина. Он просто не устает. Никогда. И по здоровью это танк. Все перед вами. Посмотрите. Ну что, друзья, давайте переходить теперь к поединку. Желаю вам приятного просмотра. Еще раз извиняюсь за то, что я... Ну, это не я, конечно, накосячил, но все равно обид. Чуть не забыл, друзья, ссылку на лигу оставлю в описании. Сейчас там идет регистрация на турнир, где вы будете участвовать с засознанных персонажей. И там будет только стойка. Участвовать могут все. Поэтому успейте зарегистрироваться. Регистрация идет до какого числа? Блин, ну Саня вроде бы говорил до воскресенья. Поэтому вперед. Три-то establish that jab. Он делает great job blocking these shots. Throwing it to the body there. Они certainly getting after it early. Very nice. О, эффектив use of the jab by Stevens. Good defense there. О, man. Defensively, leave it allowed to be desired there. He moved right into that hook. His head was wide open and there for the taking. Let's see if he can make some adjustments here moving forward. Nice spinning attack there. And able to land to the body. О, green hook there. Watch the shot here, Joe. Effective use of the jab there by Stevens. Blocking all the shots coming towards his head. Oh, that's a good strike there by Stevens. Oh, double jab. Ooh, spinning back kick to the body. Caught him with a punch. Oh, he landed a good series of punches there. He blocked the punch. Yeah, it's free. It's like he's cheating. You know, it's like he's got rocks in his gloves. That one hurt. Very good defense on display here. Very good block. Stevens gets caught with that punch. Got to shore up the defense here. Nice shot. That strike blocked by Stevens. Tags him. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Couldn't agree with you more. That shot blocked by Holloway. He landed a left hand there. Oh! He's picking up the punch. He's got him hit here. Oh! Well, back to his feet, Joe. Oh, but man, is he hurt. Oh, big left. Keeps going back to that jab. Keeps throwing that jab, but unable to land. Oh! Big shots exchanged in the pocket there. The kick is blocked, Joe. One minute to go in the round. Slightly deflected. Stevens gets caught with that punch. Oh, and he lands another strike to the body. Not a ton of real estate there, but he certainly found it. And he's checking every single one of those. Oh, going to the head kick now. It's good. Doing an excellent job blocking here. Round two next. And there is the horn. Got to feel good going. You ready? You ready? Round two here. At the end of that round, his opponent was clearly hurt. He's going to look to start this round off fast and try to pick up where he left the hook. He's in deep danger right now. Deep danger. He hurt him with that hook. Really flew a lot of power into that uppercut, but missed. He's keeping his head protected here. Excellent blocking. Holloway gets caught with that punch. He'd be wise to get those hands up, Joe. And another strike block there, so a good job keeping his hands up. Obviously, they are up to protect that cut. Oh, he lands another strike to the body. He just continues to punish his opponent's midsection here in this round. Good knee to the body by Holloway. Stevens gets caught with that punch. His chin is held up thus far. Got to shore up the defense here, though. Oh, yet another beautiful knee there by Holloway. He got tagged there. Both guys really throwing with authority. Out of range with that one. He's doing a very nice job protecting his head here. Punch coming. It's blocked. Holloway gets caught with that punch. Well, his opponent's got the read now, Joe, as he lands the punch to the head. He's got to change up his striking pattern and the tempo, or he's going to continue to be vulnerable to that count. Sound defense there as he blocks the shot. So we have crossed the midpoint in this one. Holloway's strike there is blocked. Nice job by the defense. Slips the punch. Two minutes now to go in round two. Well, he has really picked up the pace here in round two. Much more aggressive than we saw in round one, and now starting to find himself in the pocket. Well, some have gotten through, Joe. This shot is blocked. You need the takedown, I need it. You need the takedown now. How about that shin? Oh, he... Whoa! This could be it! Knee to the body. Oh, huge block! Effective jab there by Stevens. Going to the body there with the right kick. Hook attempt now. Blocked, though, by Stevens. That's a good left hook there. Oh, nice. Holloway's cut is bleeding profusely now, Joe, and if the referee calls in the doctor, I wouldn't be surprised to see the ringside physician stop this fight. Nice knee to the body by Holloway. 10 minutes in the books. Oh, saved by the... Third round underway. That last round was absolutely insane. Both guys got rocked. If they continue at that pace, someone's going to sleep in this round. Oh, he tagged him! He's got one here. Really tagged him. I see. How do I raise knees give out a bit? Wow! Unbelievable! That's it! That's it! Well, that's it. This is a very good fight. I on the same time, I chose an aggressive tactic. Why? Because I understand, if I work in distance, I do not blow the body in the body, then it will come to the body, it will come to me with the max. And Max will enjoy myself so, for instance, and so on. So I chose an aggressive tactic because I chose my set good strength in the body, and I understood that for three rounds I will not die. Если буду грамотно давить У меня это получалось Были, конечно, опасные моменты И единственное, где я ошибался Это я ни разу не смог Запарировать его Удар в корпус То есть я должен был микростепить, но у меня не получалось Ну, практики не хватает, как обычно Это не отговорка По решению я выигрывал Все перед вами Поэтому как-то так, друзья Надеюсь, следующий бой у меня будет против Забитого Магомеда Шарипова Может быть, не знаю, еще какой-то бой Нужно будет провести, чтобы получить реванш Потому что Забит сейчас будет драться за пояс И кто выиграет, я не знаю Если проигрывает Забита, выигрывает Кап Свонсон Я, конечно же, возьму сначала реванш А потом уже возьму бой за титул На этом этот ролик будет подходить к концу Я, как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье Крепчайшего здоровья С вами был Антон Всем всего хорошего и до скорых встреч